Ребят, я закатал видос один по термоусадочной трубке, часть 2, вот с такой вот картинкой там было. И я сказал, не используйте никогда терминалы, на которых есть термоусадочная трубка. Сейчас я поменял мнение, включая то, что я нарезал. Так, ребята, сейчас вот про эти терминалы, вместе с термоусадочной трубкой на них. Если вы смотрели мое видео про термоусадочные трубки, часть 2, и видели там вот такие вот понтовенькие, красивые, вот прямо там была это для видео, аватарка или как ее называют, вот такая, терминалы. И там я говорил, не, не надо это использовать, не надо, вот такие вот понтовые, где уже термоусадка есть, трубка. Там я все это объяснял, почему. И знаете, сейчас я мои слова не беру обратно. Вот эти вот не надо использовать, потому что это Китай. Это китайский, made in, красиво написано, people of republic of china. А вот это американские. Их надо использовать. Не потому что они американские, но потому что китайцы не умеют делать. Короче, посыл поняли, да? Давайте теперь попроще буду говорить. А то кто-то скажет, что мне к психиатру надо. Значит, смотрите. Все равно видео-то не будете смотреть, поэтому давайте здесь объясню. Вы посмотрите на это. Не знаю, ну сможете вы оценить просто вот, смотря. Смотрите, как реализована, да, трубка термоусадочная. Ну ладно, я объясню. Жмете, сжать вы будете вот здесь. Вы не трогайте термоусадочную трубку, которая идет дальше. Сама по себе трубка. Это вообще просто шикардос. Сам по себе терминал. Прозрачный. Сейчас я вам покажу, почему это тоже круто. В общем, вы здесь обжимаете, а потом отдельно идет трубка. Все прекрасно. Ничего вы не портите. Если вы все-таки решились посмотреть то видео, я напомню. Здесь вы прямо по трубке жмете, ее прорываете. Никакой у вас изоляции нет. И фокус верните, пожалуйста. И, кроме того, термоусадочная трубка идет, фокус, но вернись, пожалуйста, даже вот сюда. То есть вы там усаживаете. Прямо здесь же еще даже это не надев. Причем оно елозит туда-сюда. Видите, здесь оно вот глубже. В другом случае может слезть. В общем, это Китай, заделанный под бренд. Это Америка, заделанная под Америку. Поэтому беру мои слова обратно по поводу того, что не можно, нельзя. Не можно? Это вообще не по-русски, а по-американски. Нельзя. Не нужно. Язык под вечер заплетается. Не нужно использовать терминалы с термоусадочной трубки. Можно. Нужно. Если это качественный продукт. И. Та-дам. Дешевле. Дешевле. Вот это вот барахло. Там я купил этот наборчик. Да сколько я купил? Не знаю, главное. Дороже купил. Здесь у меня даже восклицательный знак поставлен. Типа за 10 штук 3 евро. То есть 0,3 за такую штуковину. Это очень низкая цена. Наверное поднимут, когда узнают, что я их стал покупать. Или вот такие вот, которые под АВГ 1210. То есть под шестерку. Ну, ребят. Ну, это земля и небо. Китай, Америка. Да. Ладно. Политику в сторону. Чем интересен прозрачный? Так, как мне тут через камеру посмотреть? Смотрите, я, например, его зачистил. Зачистил. Мимо. И вставляю его. Я понимаю, что он больше, чем надо. Очень круто. Примерно прикидываю, сколько отрезать. Мне понравилось. Ну, конечно, минус в том, что обжимать это дело придется не таким инструментом, а базовым, потому что будет трубка мешать. Вот. Ну, на том китайском трубка не мешает обжимать, но обжимается оно никак. Поэтому давайте мы его вот здесь и обожмем. Она ведь еще прозрачная, тоже крутяк. Ну, в каких-то определенных случаях. Так, нажмем сюда. Фокус, фокус, фокус. И залочим. Вот, смотрите, я дул, да, здесь она горяченькая. Все, значит, зажалось мягенько еще с клеем. Естественно, с клеем герметизация. Если бы она была без клея, она была бы китайской. И вот здесь вот ничего не зашеренковалось. Ну, в смысле, не затормоусадилось. Потому что это классный то ли нейлон, то ли что-то. Мне не стал уже уточнять. Который остается как был. То есть, это просто, просто улетное решение. Ну, просто улетное. На Алике вы такое, ну, давайте скажу, не дерьмо, не купите. В общем, если у вас есть возможность где-то такое покупать, не знаю, есть ли сейчас, то это вот эти, Мюллер. Я очень удивлен, конечно, да, немецкое такое название, типа Мюллер, Гитлер, Капут, Арбайте, Арбайте. Вот, а в реальности Made in USA. В общем, вот, у них разные решения. И еще круто, у них есть решение, например, на 2218 АВГ. То есть, когда нужно именно маленькие обжать. У меня, я это тоже купил, я там буду для магнитола использовать. Где-то тут, я думаю, вас уже это не интересует. Вот, и здесь в этой небольшой доташительной, оно все, в общем-то, все рассказано. Так, ребят, на этом все. Я вот купил несколько этих всех Мюллеров. Буду их использовать. Я просто реально впечатлен вот именно этими терминалами. Видите, тоже с термоусадкой. Просто красота. А цвет? Давайте лайканите хотя бы за свет. А если не за свет, лайканете. Тогда просто подпишитесь. Все, давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok